Крым Где осталась сказка его юности, где впервые мальчишкой ощутил он крыльями упругость неба. Давно это было, а вот не забывается. Но далеко не каждую весну удается вырваться суда, куда тянет сердце. Потому что должность у него такая. Генеральный конструктор. Генеральный конструктор Олег Константинович Антонов. Я очень рад видеть вас всех здесь, на этой замечательной и знаменитой горе, где зародился советский планиризм, и в какой-то мере даже и вся советская авиация. Я рад тому, что вы находитесь здесь с аппаратами несколько другой конструкции. Молодежь хочет летать на чем бы то ни было, и никакие препятствия, никакие препоны не могут вам помешать в этом. Самое главное, энтузиазм. Да, давно это было, словно другой жизнью. Теперь он создает самолеты. Им он отдал свою мечту и свое имя. Играет музыка Аннушкин, Антеи, вылетел из гнездовья Антоновского КБ. Эти самолеты с буквами его фамилии на фюзеляжах неутомимо работают в небе планеты четвертые уже десятилетия. А на сегодня это больше трети всех пассажиров аэрофлота и половины воздушных грузов страны. Мы, пассажиры, честно говоря, не очень задумываемся, что же стоит за буквами на фюзеляже, чья жизнь, какая судьба. Но для конструктора, кто эти самолеты для нас придумал и выстрадал. Что же главное хотел бы увидеть авиаконструктор Антонов в фильме об Антонове? Я думаю, конечно, прежде всего, правду, то, как все это было. И, может быть, подчеркнуть, что работа это нелегкая. Пусть не думает молодежь, что это так просто. Взять карандаш, начать рисовать и стать конструктором. У каждого самолета своя судьба, отличная от других, своя особенная судьба. Некоторые рождаются под область смерти, приветствуют. Конструктор испытывает не очень много затруднений для того, чтобы довести свою идею до осуществления. А другие не сразу приветствуются. Приходится затрачить много энергии, усилий, чтобы доказать их право на существование. Но и у каждого конструктора тоже ведь своя судьба. И конструктор Антонов начинался отнюдь не под аплодисменты. То было время, когда на полную грудь вся страна распевала этот авиомарш. А в небо, соревнуясь в скорости, вылетали самолеты из бюро Туполева, Поликарпова, Яковлева, Илюшина, Лавочкина. Но имени Антонов в большой авиации тогда не было. До войны он строил рекордные планеры. Их хвалили за обтекаемость форм. И вдруг для авиадебюта тихоходный краткофюзеляжный бип-план. Эксперты и слушать не хотели, что бип-план сможет взлетать и садиться где угодно, на любой поляне. В общем, с бип-планом покончена точка. Сейчас требуется скорость и скорость. Имен конструкторов на фюзеляжах военных машин не пишут. Не было их ни на антоновских боевых планерах, летавших партизанам. Не на знаменитых наших ястребках. Там ставили звезды за сбитые юнкерсы и мессершмиты. Но за грозным именем Як стоял и труд Антонова, заместителя главного конструктора Яковлева. Ну а тот, задуманный до войны самолет. В 41-м чертежи сгорели. Всю войну по ночам урывками он восстанавливал их по памяти. Делал расчет, улучшал конструкцию. В 45-м настоял на новой экспертизе. Мнение экспертов. Этого самолета строить не будем. Вместе со страной он отпраздновал огромное счастье победы. А у самого опять поражение. Шанс ему даст резолюция Яковлева. Это интересный самолет. Его надо построить. И ради самостоятельной работы он решится начать сначала. Из Москвы в Новосибирск. С десятком инженеров. Ради сомнительного самолета. Безумие. Но через год они выкатят из цеха готовый самолет. Самый первый заветный Ан. Работа конструктора. Хотя я и говорю вам, что она составляет огромное удовольствие. Даже наслаждение. Это борьба. Например, взять историю Ан-2. В приказе министра было написано, что самолет надо построить не с двигателем 1000 сил, который я предлагал, а с двигателем 720 сил. Для этого основание было чисто технологическое. Такой двигатель был в производстве, и не знали, куда его девать. Вот почему бы не поставить Антону этот двигатель. Потому что пришлось делать два проекта. Устанавливать два двигателя, облетывать два двигателя, листовательное испытание два двигателя. А потом лишний бюрократически навязанный двигатель, конечно, просто отпал. Вот это пример борьбы. И довольно сложный, и протяженный по времени. А что же помогло вам в этой борьбе? Упрямо что? Лучше сказать, настойчивость. Я человек не упрямый, но настойчивый очень. Мы верили в его будущее. Потому и победили эти люди. Ядру будущего дважды орденоносного КБ. Да, нужен был его характер. Чтобы этот самолет ушел в небо. Семь лет борьбы. А в результате Государственная премия СССР.